Торжественный вечер, посвященный Дню Великой Победы, это дань уважения всем ветеранам войны. Слова благодарности за героический подвиг, воевавшим на фронтах и ковавшим победу в тылу, пришли выразить представители всех поколений. В актовом зале МЭЦ «Юность» 6 мая не было свободных мест. Великая Отечественная война, Великая Победа – это действительно особая страница в истории нашего государства. Это главный государственный праздник, и в преддверии этого праздника, дорогие ветераны, я хочу вам пожелать здоровья, благополучия, успехов, чтобы близкие вас ценили и любили. Мы гордимся вами. Наши отцы и деды, матери и бабушки, вы ветераны, трудились и с каждым днем приближали День Победы, как могли, не осознавая то, что вы совершаете подвиг. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся с войны. Низкий им поклон и вечный память. Всем живущим сейчас я хочу пожелать самое главное – здоровья. Живите как можно дольше и как можно счастливее. Подарком для ветеранов стала театрализованная постановка, посвященная военному времени, в которой были задействованы культурные работники, ведущие творческие коллективы города, студенты. Беззаботные выпускники 41-го года кружат в вальсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В перерывах между жесточайшими кровопролитными боями спасала вера в близких, в свои силы и эмоциональная разрядка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великая Отечественная война Война унесла жизни миллионов русских солдат. Более 4 тысяч кузнечан не вернулись с полей сражений. Я все пройду до самого конца. Я буду стрелять в фашистом, как снайпер. Я буду сидеть на гордой с танками, не спать. Мочится. Мочится. Русские солдаты сражались за мирное и светлое будущее. И именно им за дарованную жизнь и свободу сегодняшнее поколение детей говорит спасибо. Русские солдаты сражались за мирное и светлое будущее. День победы, день победы, день победы. Увиденным концертом ветераны войны были тронуты. Ведь они снова пережили боль потерь и радость победы. Меня война застала в Ленинграде. И мы пережили самое трудное время, блокаду. 42-й год был очень трудным. Поэтому вот эти все трудности мы пережили. И победа была такой радостной, что забыть нельзя. Мне было 14 лет, но и войну я помню отлично. И победу особенно хорошо. Я поздравляю всех ветеранов с праздником. Желаю здоровья и всего самого хорошего. Еще одним предметом восхищения стала выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Ее подготовили представители ветеранских организаций, образовательных и других учреждений города. Продолжение следует...